В 2019-м исполнилось четверть века Конституции Беларуси и Института Президентства в нашей стране. Какими стали, на ваш взгляд, эти 25 лет для белорусов и, конечно, для нашей Гомельщины? 25 лет – это не очень много, но вместе с тем и много. Я могу судить только о правовой системе, которая позволяет Конституции сделать правильной. Мы все законы именно по основному пишем нашему закону. Поэтому изменилось в лучшую сторону социальные права гарантируются, трудовые права гарантируются, жилищное право видно как жилищное строительство. Вот если глянуть на нашу область, то у нас жильем теперь практически любой может построить, взять кредит и сделать для себя необходимые жизненные условия. То есть право на жилище, право на безопасность, право на неприкосновенность. Незаметно, но для всех это есть. 1994 год. Именно тогда еще кандидат в президенты Александр Лукашенко произносит фразу, ставшую после одной из национальных идей, как мне кажется. Отвести государство и народ от пропасти – вот первостепенная задача президента. Маргарита Анатольевна, о какой такой пропасти в те годы, как вам кажется, говорил глава государства? Ну, если откинуть несколько десятков лет тому назад, я жила в это время. Я могу предположить, опять же, с юридической точки зрения, 93-й год, новый закон о приватизационных именных чеках, закон о приватизации. Некоторые законы, связанные с тем, как можно сделать продажу предприятий, учреждений, на полках магазинов, насколько я помню, ничего не было, потому что, по-моему, по тавончикам мы что-то покупали. Поэтому я думаю, что вот как раз, я думаю, что имел в виду наш президент именно это. Нельзя все распродать. Нельзя все распродать. За дешевые деньги, ну, сделать наш народ бедным. Думаю, что он просто-напросто хотел оставить то, что государством заработано, и людьми заработано, оставить им. Это и безопасность каждого конкретно взятого человека, это и безопасность в целом страны, говоря, и про производство. Даже, знаете, в 93-м году уже тогда было установлено, что есть закон о социальной защите семейных отношений. То есть уже тогда даже начали думать, что семья главная, и это тоже конституционное право. У каждого, безусловно, свое понимание независимости. А вот для вас что значит это слово? Независимость, вы знаете, если из философии исходить, то это полная свобода. Но полная свобода... Такое бывает? Да, достигается только тогда, когда ты четко исполняешь установленные правила, моральные нормы и все остальные нормы, имеющиеся в государстве. Как, на ваш взгляд, Маргарита Анатольевна за эти 25 лет суверенной белорусы поменялся уровень нашей правовой грамотности? Знают много. Просто-напросто есть теория права, которая говорит, как применять право. Но то, что выросли высоко в этом уровне, читают, ходят. У нас есть публичные центры информации правовой. Люди приходят, читают. И это видно в обращениях, как они на что ссылаются, как говорят. Источников информации тоже ведь много. Среди них, конечно, интернет, который ведь порождает и псевдограмотность. Я убежден, и значит так. Да, да. И вы знаете, опять-таки, надо же понимать норму права в комплексе. Почему у нас есть такое правило, издание пакетное, издание законов. То есть одно правоотношение, но во всех отраслях. Но вместе с тем, можно же выбрать из контекста слово и прочитать его точно так, как я хочу его прочесть. И поэтому неправильное применение. Потому что официальное толкование норме права может отдать только орган, которому это позволено делать. Это тот, кто издал или кому поручено. То есть вы к тому, что есть вопрос все-таки к специалисту? Конечно. То есть если у вас есть сомнения, вы что-то знаете, лучше подойти к специалисту и переговорить о нем. А теперь специалисты в разных отраслях права. Пожалуйста, и таможенное право, и налоговое право. Идите конкретно к специалисту, который вам подскажет. Но надеяться на то, что вы лучше знаете, чем специалист, который проучился 5 лет и еще потом проработал лет 10, это самонадеянно. Я знаю, что и вы, ваши коллеги, стараетесь поддержать в этом плане и жителей региона, в том числе и на безвозмездной основе. Конечно. Нотариусы – это вообще те люди, которые работают на защиту прав гражданина. И притом не просто прав гражданина, а бесспорно и на будущее время. Соответственно, они хотят, чтобы люди приходили и оформляли документы так, как надо. Поэтому у нас очень много акций проводятся, установленные конкретно по приказу нашего БНП, каждому празднику, который есть. Кроме всего прочего, мы свои проводим акции. Мы раз в квартал работаем с библиотекой нашей Ленина. Спасибо им, они представляют площадку. И мы доносим те вопросы до людей, которые касаются жизненно важных моментов. Это право на жилище, это право на наследование. Право на право. Право на право. Да, нотариусы в этом смысле молодцы. Вот тут недавно была у нас конференция о взаимодействии со СМИ. И мы определились все-таки, спасибо коллегам-журналистам, что они нам помогли понять, в каком виде излагать информацию для граждан. Как сделать так, чтобы они понимали и принимали. И если засомневались в чем-то в своей жизни, то, конечно, шли на консультацию к специалисту. А мы готовы помочь. Маргарита Анатольевна, спасибо за интервью. Вам лично успехов. Спасибо. И до встречи в эфире. Спасибо.